Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет поступил следующий вопрос. Короткий и простой на самом деле. Я родился в невенчанном браке. Что делать? Хочется добавить, кто виноват. Никто не виноват, а что делать, вам говорит эта прекрасная книга. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всем помышлением твоим, всей крепостью твоей, всей душой твоей и ближнего самого, как самого себя. Все. Ничего дополнительного не надо. Ну, конечно же, предполагается исполнение других заповедей. Но считать, что ты несешь какую-то особую вину за грех родителей, надо что-то прочитать над вами особенное, или все беды, которые с вами совершаются, они именно потому, что когда-то вы были зачаты и рождены в невенчанном браке. Это все ерунда. Ничего особенного делать не надо. Никаких магических обрядов совершать над вами. Есть никакой необходимости. Более того, если брак зарегистрирован в ЗАГСе, это правильный, настоящий, хороший брак, которому церковь, как говорит документ «Основы социальной концепции русско-православной церкви», относится с уважением. Это настоящий, действительный брак, который и перед людьми является браком, и перед Богом. Единственное, что церковь недоумевает, «Если ты христианин, если у тебя супруга христианка, почему вы не повенчаетесь? Почему вы не попросите благодать Духа Святого нанесения Креста супружеской жизни? Вы что, в чем-то сомневаетесь? В чем-то не доверяете друг другу? Сокрепите свой союз вот этой благодатью». Он не автоматически сделает его крепким, он не зацементирует его, но даст вам силы нести тяготы друг друга. Так что ни о чем не переживайте. Вот как родились, так родились. На вас нет никакой вины и нет никакого венца безбрачия или тяжелой, суровой жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok